всем привет сегодня мы будем делать упражнение 9 3 4 давайте начнем это скачем наш пока файлик как обычно и открываем его он будет открываться несколько секунд если у вас будет окно где будет спрашивать логин и пароль вводим логин и пароль для такада и выполняем наше задание а мы ждем пока он откроется вот открылся и первое что нужно сделать это ввести юсер профайл нашей информации например мое имя карина мой email например вот такой допустим и группа например вот так нажимаем ok подтверждаем наше задание перезапустится и мы сможем приступить к его выполнению это у нас теоретические задания нам не нужно будет ничего настраивать а просто посмотреть как работает ipv6 адрес давайте приступим и в первой части мы получим mac адрес и и посмотрим что и как работает нажимаем на арте и выбираем командную строку нажимаем enter и вводим команды шоу айпи в 6 на бурс айпи в 6 на бурс и как вы можете видеть у нас ничего не выводится так что давайте введем команду clear айпи в 6 ней борс прописываем эту команду и опять-таки ничего не выводится окей нажимаем pc и 1 вот он выбираем десктоп далее выбираем командную строку окей теперь заходим в режим симуляции он находится в левом ой в правом нижнем углу выбрали режим симуляции смотрим что нужно сделать дальше нажимаем кнопку шоу окей далее с командной строки устройства пися и вот она нам нужно пропинковать на на вот этот вот адрес давайте его скопируем и вставим давайте еще раз ping минус n мин дальше 1 все и смотрим что у нас сейчас происходит нажимаем стрелочку capture forward и мы видим что мы получили вывод пинга что один отправлен один получен и ничего не утеряно давайте пингуем еще раз да мы кликаем но мы не видим что происходит потому что нам нужно выбрать правильные протоколы для этого заходим в эти фильтры и выбираем ipv6 мы видим что у нас появился пакет давайте прокликаем кнопочку capture forward и посмотрим что будет происходить с этим пакетом пакетом он отправится отправиться к кустрюлю пися и вернется обратно и так произойдет четыре раза пока мы не получим все пинги вот что у нас дальше давайте теперь выберем icmpv6 и и посмотрим на эти пакеты опять таки edit filters icmpv6 у меня уже есть выбираю вот так закрываем у нас наши фильтры обновились смотрим что нам нужно сделать дальше нам нужно выбрать пакет формата icmpv6 давайте возьмем вот этот и вам нужно будет внимательно исследовать исследовать все что написано вот здесь прокликать вот эти вот поля и ответить на вопросы которые вот тут вот представлены вот первая cmpv6 и так дальше думаю это довольно таки просто точно то же самое вам нужно будет проделать с ndp вот наши ntp например вот этот зеленый и точно так же посмотреть что происходит на ntp нужно смотреть в тот момент когда он будет на устройстве pc и вот он открываем и смотрим всю необходимую информацию смотрим что нам нужно сделать дальше нажимаем кнопку show all on чтобы убрать все наши фильтры окей теперь мы открываем устройство PCA1 и пинкуем на следующее устройство копируем откроем PCA и пинкуем не забываем тут что если мы скопируем то у нас черточка не копируется ping минус n 1 и 2 0 0 1 tb8 sad 2 для колонки а окей если мы нажимаем кнопку creature forward у нас пока в имид листах будет пусто потому что мы не выбрали ни один тип пакета но пинг у нас будет успешен либо будет вывод что у нас файл вот открываю все один давайте я закреплю вот у нас один пакет отправлен один пакет получен пинг у нас успешен что она спросит сделать дальше edit filters и выбираем опять-таки cmp и ndp edit filters icmpv6 и ndp закрываем и мы сможем сразу увидеть все что происходило во время этого пинга опять-таки вам нужно будет просмотреть на все вот эти пакеты и исследовать их информацию нажав по ним inbound video details outbound video details и same model также можете кликать next layer и previous layer где тоже будет видеть дополнительную информацию дальше последний этап нам нужно проверить выводы роутера нажимаем на rta выбираем командную строку вводим команду enable и вводим команду show ipv6 neighbors и мы видим что у нас есть список ipv6 адресов вот они и опять таки здесь есть пара вопросов на которые вам нужно будет ответить а на этом все думаю всем пока